Пресс-конференцию Владимир Яцуба начал с того, что поблагодарил журналистов за плодотворное сотрудничество с городскими властями и своевременное освещение информации, после чего перешел к главной теме встречи. Я принял решение и публично заявляю, так как мне некому писать заявление, я еще подумаю над этим. Я заявляю свои отставки с должности главы администрации. И одновременно сегодня я передам заявление о выходе из партии регионов. Яцуба объяснил свое решение тем, что в стране сейчас нет той власти, которая была избрана народом и назначала его на пост главы города. Находиться на своей должности и не выполнять обещания, данные жителям Севастополя, по его словам, ниже его достоинства. Владимир Яцуба сообщил, что причины выхода из состава партии регионов просты и понятны. Он не хочет работать с людьми, которые, как он выразился, опозорили всю Украину. Экспредседатель СГГА сообщил и о том, какие органы теперь будут выполнять руководящие функции в городе. Вся полнота власти ложится на городской совет и на будущий исполком, который, наверное, будет создан завтра. О новом главу исполкома на воскресном митинге решили избрать севастопольского предпонимателя и мецената Алексея Чалова, про которого несколько слов сказал и Владимир Яцуба. Я сегодня встретился с претендентом на должность, вчера утверждённую на митинге, Алексеем Чаловым, которого я уважаю. Я ему рассказал особенности, проблемы, которые, к сожалению, мне не удалось выполнить, и объекты, о которых мы с вами неоднократно говорили. А пока журналистами встретился представитель другой ветви власти, председатель городского совета Юрий Дойников, который рассказал о том, какие действия он планирует предпонимать в дальнейшем. Конечно, нам нужно в любом случае принимать программу социально-экономического развития. А ещё раньше нужно принимать внесение изменений в бюджет, потому что только внесение изменений в бюджет 2014 года позволит проводить платежи по кредиторке. То есть это долги прошлого года за уже выполненные работы. Таких более 100 миллионов гривен. По словам Юрия Дойникова, было принято решение о проведении общегородского референдума, призванного учесть мнение жителей Севастополя, стоит ли создавать исполком. Городской совет готовит документы для создания управления исполнительного органа. Как отметил Юрий Дойников, сейчас перед городскими властями стоит две основных задачи. Задачи главных две. Это задача обеспечения порядка в городе и обеспечения работы всех коммунальных предприятий. Я сейчас разговаривал с Пронсюком Александром Сергеевичем, начальником УЖКХ. Они работают в штатном режиме, никакие политические веяния на них не повлияют. Это его заявление. И разговаривал с директором коммунального предприятия «Севастопольский городской водоканал» Перегуда Николай Бориславович. Получил подтверждение стабильной работы предприятия. Тем временем Алексей Чалый также встретился с журналистами и сообщил, что уже приступил к исполнению обязанностей. Я привык, а, не давать слишком много прогнозов, поговорить о том, что сделала, ну и, б, говорить о том, что понимаешь. Вот на сегодняшний момент у меня понимания такого, что было вам интересно, нет. Поэтому прошу набрасывания терпения. Обещал каждый день будет пресс-конференция. Надеюсь, завтра уже будет что-то существенное. Сейчас работаем по многим вопросам, прежде всего по экономическим. Представители городских властей надеются, что сложившуюся ситуацию им всё-таки удастся урегулировать для того, чтобы жители могли чувствовать себя защищёнными. Святослав Данилов, Виталий Козловский. Программа «Наше время». Продолжение следует...